МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вам нужно быстрее соперников набрать заветный 10 уровень. Для этого вам предстоит искать приключения в подземельях, сражаться с ужасными монстрами, получать крутые сокровища и, конечно, всячески подставлять конкурентов, мешая им на пути к победе. Но если вы решили сыграть в русские манчики, то вместо стеба над стереотипами фэнтези и ролевых игр вам предстоит посмеяться над стереотипами о нашей стране. Победите зомбоящик и получите за это в награду меч-леденец, обзаведитесь ручным медведем и бросайте во врагов самые страшные проклятия с русским колоритом. Русский манчикин – это первый манчикин, который посвящен реальной стране, а не каким-то собирательным образом, вроде вампиров или супергероев. И это нашло свое отражение буквально во всем. Например, в качестве классов здесь олигархи, спортсмены, казаки и знаменитые русские хакеры. Да и способности у этих классов соответствующие. При этом взаимодействие других карт с этими классами тоже отражает какие-то узнаваемые приколы. А еще русский манчикин – первый в мире манчикин, который изначально создан не Стив Джексон Геймс, а другой компанией. И даже все иллюстрации в нем нарисованы не Джоном Коваликом, художником оригинального манчикина, а Сергеем Дулиным. Команда по созданию игры проделала огромную работу, подбирая и воплощая самые смешные и клюквенные шутки о нашей стране, культуре, истории, людях, сказках и даже о том, как Россию представляют иностранцы. Узнаете все отсылки? Все карты отлично сочетаются с механикой манчикина. Кощей Бессмертный стал андедом, Змей Горыныч – драконом, а проклятие на воре и шапка горит – заставляет сбросить головняк. Как родное легло. Не обошлось в коробке русского манчикина и без новых механик. Это времена года. Карта времени года лежит в игре только одна и может давать как разовые бонусы или штрафы, так и оказывать постоянное влияние на ход партии. Следующая появившаяся карта времени года просто сменит предыдущую. Наполеон, кстати, боится суровых русских зим. Да и вообще, этих самых зим в два раза больше, чем других времен года. Кстати, к игре можно будет получить специальную дополнительную промо-карту. Проще всего через магазины и сайт hobbygames.ru. Сидишь дома – играй в русский манчикин. Многие шутки и мемы были адаптированы для будущих зарубежных изданий игры. Так что не удивляйтесь, если встретите за границей кого-то, кто узнает KGBirds или другие приколы из русского манчикина. Русский манчикин действительно набит шкодными приколами и хулиганскими картами под завязку. Я настойчиво рекомендую его не только фанатам манчикина, игр типа эпичных схваток боевых магов, но и вообще всем. Даже если вы скептически относитесь к играм серии манчикин, дайте этой коробке шанс, она обязательно вас приятно удивит. Ну и в конце концов, если не смеяться, но такой вот клюкнуть, то над чем вообще смеяться? Конечно, мы не могли оставить такую игру без конкурса. Все очень просто. Пиши внизу в комментариях свою карту для русского манчикина. Придумай ее целиком, название и свойства. И чтобы обязательно с юмором и русским духом. Создатели русского манчикина помогут нам выбрать победителя. Он-то и получит приз. Вот такую вот коробочку с игрой. На этом все. Это был Семен Пахтеев и Board Games Video. Фотоманда Раша! Подписывайся, ставь лайки и оставляй комментарии. Челом бьем! Семен Пахтеев и Белый Город Белый Город Субтитры сделал DimaTorzok